Here we are! Here we are! Клеветниками, не имеющими самообладания, жестокими, не любящими добро, предателями, упрямыми, гордыми, любящими удовольствия, но не любящими Бога, они будут делать вид, что преданы Богу, но их дела будут говорить об обратном. Держись подальше от таких людей, некоторые из них хитростью проникают в дома и обманывают доверчивых, отягощенных грехами женщин, которые идут на поводу у своих желаний, и которые постоянно учатся, но никак не могут обрести точное знание истины. Универсальный библейский текст, на все времена. Его использовал как Рассел, так этот текст используют и современные горе-помазанники. Кроме того, эти стихи будут использовать и через энное количество лет. Тем не менее, у этого текста есть срок годности, и он конкретно относится к определенной временной шкале. Зачитаем дальше. Но больше они ничего не добьются, потому что их глупость станет очевидной для всех, как это было с теми двумя. А ты соблюдал все чему я учил, следовал моему образу жизни, стремился к той же цели и подражал моей вере, терпению, любви и стойкости. Обратили внимание? Идет противопоставление. Они. Те люди из последних дней. Противопоставляются Тимофею. Но больше они ничего не добьются, потому что их глупость станет очевидной для всех, как это было с теми двумя. А ты соблюдал все чему я учил, следовал моему образу жизни, стремился к той же цели и подражал моей вере, терпению, любви и стойкости. Как я уже сказал, этот библейский текст очень манипулятивный, и его можно использовать во все времена. Но строго говоря он относился непосредственно к дням Тимофея. На момент создания видео, 10 дней назад, я опубликовал запись в разделе сообщества. Небольшой короткий пост. О последних днях. Хотя он очень небольшой, тем не менее он очень содержательный и в нем я показал, что последние дни и пришествия Иисуса были еще в те времена. Я понимаю, что не каждый может переварить данную информацию и попутно может возникнет множество вопросов. Но детальное рассмотрение каждого библейского текста говорит о том, что у него есть срок годности.